Нам есть что предложить, уверены министры. Евросоюзу, Швейцарии, США мы предложили 260 товарных позиций на сумму более 2 миллиардов долларов в плане наращивания объемов, появления новых экспортных продуктов. В торговле с Россией, например, Казахстан готов расширить экспорт на 90 товарных позиций. Это 250 миллионов долларов, а с Центральной Азии на полмиллиарда. Говоря об экспорте, когда мы с вами встречались в сентябре, уважаемые коллеги, я тогда в шутку называл себя камивояжером и стараюсь выполнять эти подходы. Моя задача, я считаю, как министра торговли обеспечить открытость зарубежных рынков для наших предпринимателей, для наших производителей, особенно переработанных товаров и поддержать производителей, которые готовы выходить на экспорт. За прошедшие полгода было очень много проведено встреч. Я встречался со многими коллегами из разных стран, не только коллегами по министерствам торговли, но и непосредственно с предпринимателями посетил ряд зарубежных крупных компаний, которые могли бы открывать здесь производство, именно экспортоориентированное производство. Опыт с российскими коллегами большой. Например, одна только западная казахстанская область, пользуясь в хорошем смысле слова, удачным расположением и соседством с Российской Федерацией, наладила взаимную торговлю товарами и по итогам девяти месяцев внешний торговый оборот с Россией составил 465,6 миллиона долларов. Экспорт на уровне 100 миллионов. Это трансформаторы, консервы, мясная продукция, трубы и так далее. Но чтобы привлечь больше инвесторов, нужно воспользоваться возможностью, которую дает предстоящая экспо в Дубае. Всемирная выставка будет идти полгода и за это время тысячи потенциальных инвесторов увидят наши товары. Будет возведен павильон стоимостью в 9 миллиардов долларов. Почему так много и большая сумма, объяснил Бахыт Султанов. Этот павильон будет потом демонтирован и привезен на территорию Казахстана за счет этих же всех средств и будет дальше продолжать свою роль, выполнять по представленности нашей продукции и использованию его. Сейчас выбирается регион, это либо столица, либо один из регионов Казахстана будет. Еще одно важное направление – это Китай. Мы предложили им 60 позиций на 1,3 миллиарда долларов, рассказал глава ведомства. Рынок Поднебесный готов принять все, что им будет показано. По итогам недавней шанхайской импортной выставки, где были показаны товары более чем 30 отечественных производителей, были заключены контракты на 150 миллионов. Для обычного потребителя это означает еще большее разнообразие и широкая география товаров. Продолжение следует...